Субтитры делал DimaTorzok Так, ну что, всем добрый день. Это северная ворота Брызгой крепости. Наконец-то я и зимой попал был. Зимой тут ни разу не был, сколько раз тут был. За семь или за восемь лет, сколько я тут нахожусь брызгивать. Практически каждый год. Ну, как практически каждый год. Ну, бывало, что два-три раза в год даже бывают. Бывает тут. Да, ну кто уже не знает, что у меня есть очень много эфира, есть Брызгой крепости и видео про свободные Брызгой крепости. В принципе, тут ничего не изменилось. С прошлого года осени. Зима, снега много, красота. Где-то плюс шесть, наверное, или три-пять в данный момент. Тут вон, там есть такие вот знаки. Гручи. Это центр Брызгой крепости. Две церкви. Одна из них была разрушена. Одна из них была разрушена. А тут что у нас? Музей войны. Территория Милы. То есть Музей войны там где-то вот, вот там Брызгой крепости. вот она панорама близкой крепости мы сейчас где северный ворот у нас не помню короче думаю а вон они мы вон там находимся это вот центр вот такая тишина тут ну мы сейчас в центр пойдем потому что времени у меня мало всего лишь пару часов и я поехал домой на Липецк дальше подробно есть видео про близкую крепость там уже там дольфи гулял осенью когда вот здесь в девятнадцатом был или дольфи гулял осенью я его не помню он девятнадцатом был ну да вот этот человек была разрушена во время войны ну да она так и так сейчас секунду вон там кусочек видать то разрушена но мы идем дальше зимой я тут не огневу это по-моему памятник кто не видел по-моему не помню вот точно вот название вот этих памятников ну кто победил вот кто сказал что последнего им памятник скорее всего кто знает точно напишите в комментариях летом я тут ходил ходил был в форме и осенью ходил в форме и эфир у нас есть вон там весь огонь горит там у нас казармы были мы с северный сварок зашли а центр вон он туда центральный вход ака ну практически в центре находимся то есть главный вход вон там идет да тут много людей погибло шалок в первый пошла к пятому даже звук слышно прям вот сколько раз тут не побываю блин аж ну аж мурашки по коже бегают ну прям ну понимают вот такой масштаб всего этого ну и города воинский свар этот есть также здесь не огонь горит да ребят это не передать словами это нужно прочувствовать тут сколько сколько я тут бываю всегда у меня аж за душу берет это все потому что такой масштаб и такой вот особенно когда еще форму одеваешь это вообще жесть там вон ворота которые детей вели и пленых то есть вон туда вон те ворота не помню как они называются но есть подобные названия есть последних видео про влескую крепость когда ходил еще осенью но зимой я тут ни разу не был конечно это нужно самим прочувствовать ребят реально просто поражающие масштабы влеской крепости я пони я прям ну если картину помнить всю которую во времена с сорок первого пошла к пятой что-то происходило то это конечно же жесть особенно в интернете глянул ну, про фильм про обрезку крепость потом документальные ролики там были, есть можно найти вот про обрезку крепость какая она раньше была ну вот это все было целое а потом разрушенное тут все практически было ну, кое-какие казармы остались целые можно было восстановить но они не знают почему они стали восстанавливать ну, это мост это, по-моему, не главный мост по-моему, главный мост, я уже не помню да, это главный мост, который вели детей и матерей немцы вели а нафиг которые ну, открывали огонь через мост этот и тут и тут там туда дальше Польша уже идет граница с Польшей и это самое главное, наверное, ворота близко крепости потому что тут очень много людей погибло в Советском Союзе 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 вон он мостик не нет мост у меня есть даже фотография где я фотографировался в форме на этом мосту ну, такие масштабы довольно очень огромные это не передать просто на камеру вот так вот ворота вот эти в сорок первом году ну, поднимите, пока скользкие скользко тут немножко на расчетах он ворота и у Повоина восемь четыре такого паука контр таланти огромил втормовый отряд врага так, все и осталось не тронутым ну, куда-то будет еще реставрировали ну, это просто не передать ребят пушки у нее тоже там есть я покажу как раз ну, практически я всю крепость обошел был но ее очень сложно обойти очень большие масштабы тут это надо самим тут побывать это вот казармы все были разрушены наполовину ну, практически все без крепости вокруг оборонялось это тоже были казармы разрушены что-то тут было я не знаю даже ну, короче вот такие вот масштабы это просто не передать словами а мы сейчас пойдем к центральному входу и на это наверное в принципе на сегодня все ну, и сейчас подойдем вот я не знаю как будем идти либо вот так либо напрямую тут форму можно получить на прокат ну, правда недешево тогда было я вот не помню в девятнадцатом году в последний раз форму надевал военную реально почувствовал себя как будто как солдат тишина такая что конечно вообще не знаю как это влияет я не стал снимать на группру но я думаю айфон справился с этим с стабилизацией кстати тут на тысячу лет был наверное праздник большой ну недавно было Бресту тысячу лет голоду было этого очень много конечно вообще Брест самый красивый самый интересный город ну не вообще Беларуси но ну все же Минск тоже красивый город но Минск понятное дело там еще красивее но из маленьких городов Брест один из самых наверное лучших городов Беларуси но с Россией сравнивать Липецк это не город ну как-то не не по сравнению с Липецком это просто небо и земля конечно ну ему тысячу лет а Липецку там триста с чем-то лет почти чуть не в три раза не в три раза больше Бреста чем Липецку корам вот такие сейчас ну мы идем далее идем к памятнику который собирался один там солдат до последнего вот вот памятник не знаю кому вправду но там этот памятник стоит 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 прям солдат так ну реально просто а тут еще разрушены корамы видишь тут улетания какие-то были много тут разрушено всего очень много всего было вот вот то и разрушено а такой крепича уже наверное не найдешь как сейчас построена бредка крепость ну тут очень классно ребят особенно на 9 мая побить тут вообще такая шикарная прям аж это не передаст полон 9 мая тут наверное что вообще шикарный праздник был вот он праздник скульптура такая вот там она река правда не помню как вы называете рыбачить рыбачить тут можно но по идее ну не рекомендуете вот он памятник так сколько там времени в принципе сейчас минус 5 на улице в принципе тепло на улице погода погода шикарная просто по-моему два или три раза у меня тут эфир был прямой кто помнит а кто еще не видел на ютубе все есть на моем канале да вот такой масштаб тут есть музей даже модно будет потом как-нибудь летом москору в музей глянем отеля ни разу не было два или три музея что ли вроде бы как даже по-моему отель вон там что-то написано ну да отель или гостиница а вот главный вход на близко крепости правда тут очень скользко вон ты утки тут плаваешь главное тут не слепнуть очень скользко ну вот это скользко вообще вот ух ты или мой лебедь да вон там тут можно было по-моему где-то тут форму брал я напрокат сколько раз ну да закрыто в принципе зимой нам вряд ли кто одевать будет тут вообще голодят тут техника стоит танки которые участвовали в лесской крепости вон там фотографируют еще винили можно купить но сейчас наверное ничего не работает в принципе я думаю я думаю а такие танки три танка четыре это четыре танка участвовали бы в крепости есть несколько круг даже есть там по-моему отель даже в крепости есть да сделали да тут можно останавливаться да тут можно цены какие люди а мы идем на выход подлочим сколько надо как-нибудь на 9 мая тут побудь шире летать один раз праздник вот на 9 мая тут праздник точно будет прям тут какие-то фирм да 9 мая особенно это очень будет интересно вот такие козрамы там под землей ну самое главное вход в леску крепость в лесу спи cem на они праздник не очень очень так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...